всем привет дорогие друзья вы на канале кулинарная тема и сегодня ребят у нас на канале 20000 подписчиков всем огромное спасибо кто ставит пальцы вверх кто подписывается на канал кто делится ссылками на мои видео с друзьями в социальных сетях а готовить мы будем сегодня праздничные стейки праздничные стейки из мраморной говядины на 20000 подписчиков погнали итак для начала я займусь мясом овощи пока уберу в сторону они мне понадобятся немного позже сейчас я хочу нарезать вот этот кусочек на стейке где-то примерно по два с половиной может быть по три даже сантиметра вот посмотрите друзья вот такое вот мясо вот такие вот стейки у нас будут сегодня настроя приготовлю я три стейка смотрите обалденно красивая с прослойками жира а этот кусочек я уберу для другого рецепта здесь как раз идет уже жировая прослойка смотрите здесь и жирка побольше то есть он у нас идет для запекания так мяско я пока отставлю в сторонку и займемся кстати здесь я еще не сказал у нас есть тимьянчик тоже его добавим и займемся овощами начну я с кабачка вот такие вот шайбы буквально где-то по сантиметру наверно будем делать самое главное чтобы бекон у вас был тоненький и вот так сюда-сюда сюда и вот сюда и вот такая вот беконовая штучка а внутри будет очень сочный вкусный кабачок я его даже солить не буду потому что бекон соленый и вот так вот вон 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 Так, пока угли у нас разгорается, я хочу немного поджарить перчик, точнее не поджарить, а его просто прогреть, а потом его раздробить. Вот такую двойную фольгу сделаю. Вот так его завернем и буквально чуть-чуть погреем. Ох, сразу аромат какой пошел, запах. И другой стороной ножа просто его здесь разобью. Он даже вот такой крупный, больше я его дробить не буду. Угли у нас готовы, решетка у нас готова. Отправляем сюда мясо. И обжариваем его на сильном огне. Овощи с беконом у нас готовятся очень быстро, так что сначала мы пожарим мясо, когда мясо будет отдыхать, в фольге доходить, мы пожарим овощи, это буквально 5, может быть 10 минут. И мясо я буду обжаривать тоже в районе, наверное, 15 минут. Ну, сейчас посмотрим, будем крутить его туда-сюда, как только оно нам будет нравиться по виду. Так мы его будем и снимать. Сегодня я решил пожарить стейки так, чтобы не добавлять сюда ничего, не обмазывать их маслом, не перчить, не солить. В общем, чистое мясо, а вкусы мы дадим уже после. Во-во-во, ребята, уже смотрите, какая корочка появляется. Сейчас мы мясо перевернем. Отлично, отлично. Посмотрите на это, очень красиво. Ну и так вот продолжаем жарить, туда-сюда переворачивать. Итак, мясо у нас готово. Сейчас я отрываю фольгу, хочу довести его немного в фольге. Посмотрите, какое оно румяное. Как раз сейчас пока обжариваем овощи, оно у нас дойдет. Этот кусочек один немножко развалился, ничего страшного. Сразу здесь же их можно приправить. Черным перцем посыпать дробленым. У дробленого перца, конечно, совсем другой аромат. Даже свежемолотый перец не так пахнет, как дробленый. Посолим. Буквально можно несколько веточек тимьяна вот так вот разбросать. Пар будет выходить и, соответственно, распарить тимьян. Так, и заворачиваем. Буквально 10-15 минут и мясо наше будет готово. Вот так вот, пусть отдыхает. Ну а мы тем временем обжарим овощи с беконом на гарнир. Мясо у нас готово. Сейчас сервируем и обязательно попробуем. Итак, прошло у нас 15 минут. Мясо наше остыло. Точнее, не остыло, а дошло в фольге. Сейчас мы, чтобы оно у нас так быстро не остывало, будем нарезать по одному стейку и в процессе съедания их... Ох, ох, друзья! В процессе съедания будем уже дорезать. А это у нас пускай остается здесь прямо в фольге. Ну что, давайте нарежем. Вот здесь, где было тонкое место, здесь, конечно, прожарено больше. Здесь чуть-чуть поменьше. Соответственно, на срез еще дадим немного перца и немного соли. Ну что, пробуем? Посмотрите. Это просто сок. Оно очень мягкое и очень много сока в нем. Прям полный рот забивается соком. Так, нарежем чили сразу, чтобы можно было кушать вместе с ним. Да, но чили вот в беконе, ребят, я еще ни разу не жарил. Но сейчас мы его обязательно попробуем. Мне кажется, это будет очень вкусно. Ну и кабачки можно тоже разрезать. Вот такие вот они на срезе получаются. Ну что, пробуем вместе с чили. Чили, друзья, очень вкусные. Со вкусом бекона. Остренькие. Прям вообще бомба. Кабачок. Сочный хрустящий кабачок. Завернутый в ароматный бекон. Это просто беспроигрышный вариант. Ну, на этой вкусной ноте я буду с вами прощаться, друзья. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Он получился очень вкусный. Спасибо вам огромное, что подписываетесь на канал. Нас уже на канале 20 тысяч. Всем огромное спасибо. Не забывайте ставить лайки, делиться ссылкой. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале. Всем пока.